Добрый день, товарищи! Сегодня у нас вопрос с обсуждением. Недавно у нас пошли голосования по поправкам в Конституцию. И мы тут решили рассмотреть ряд вопросов, ну и итогов голосования. На этой цели мы даже подготовили пока еще черновой вариант вот такой вот брошюрки, которая потом будет распространена, и охватываются основные вопросы голосования. С чем мы столкнулись на данном голосовании? Первое, что мы должны понимать, что это данное голосование носило просто уровня шоу циркового, на котором в течение недели каждый желающий мог проголосовать. Мы должны здесь сразу понимать, что все эти 5 дней предварительного голосования никто по сути не контролировал. Поэтому, когда члены комиссии справа решающего голоса от КПР пришли на участки, явка на многих участках первого числа составляла уже 20-30%. И, соответственно, тут дальше будет протокол, покажем, как на этих участках проголосовали люди, в соответствии с этими 20-30% заранее якобы проголосовавших процентами. С чем мы столкнулись еще? К сожалению, мы рассчитывали на благоразумие наших граждан с тем, что они все-таки не поведутся на все эти поправки, почитают, изучат их, но, к сожалению, оказалось все довольно-таки печально. Это говорит о том, что реально есть те, кто действительно голосовали за эти поправки, действительно их поддерживают, хотя, как в день голосования, комсомольцы и коммунисты проводили опрос и также раздавали агитацию с призывом голосовать против. В большинстве людей, к сожалению, даже не читали подробно эти поправки, а изучили их по красивой картинке с телевидением. Тут есть, хочется почитать слова знаменитого за одного из, так сказать, сторонников реалового движения, американца, анархиста Тернеса Кейп Маккина о поводу телевидения. Телевидение – величайший наркотик подавления, контроля программ, типичность программ, повторение программ. Неизбежно делали из него инструмент подавления, зомбирования и манипуляции сознанием вызывают иллюзию вашего решения, которого вы, при отсутствии в телевидении, никогда бы не приняли в ущерб себе. Ну, что мы видим по результату, большинство голосующих по просам не читали даже эти поправки. Они купились на… Кстати, самое интересное, что голосующих за, массе своей – это граждане 60+, 55-60+, массе своей. Голосующие за. То есть, понятное дело, по какой причине они голосовали. То, что им подали по телевизору, они за это и поголосовали, поверили. Но при этом хочется напомнить им, если вдруг кто-то из них будет смотреть нас. Разве вы забыли о том, что вот когда проводилась пенсионная реформа в 2019 году, что вам обещали, если вот возраст повысит на 5 лет, у вас тоже будет каждый месяц прибавка по 1000 рублей. Вы получили эту прибавку? Нет. А если кто-то не верит, напомню слова миниципремьеры Татьяны Гориковой из газеты «Ведомости» от 16.06.2019 года. Ежемесячное увеличение пенсии в действующем пенсионерном оценится на 1000 рублей. То есть, каждый месяц обещали прибавку в 1000 рублей. Наверное, вы про это забыли, поэтому и пошли голосовать за поправки. Но и не захотели многих, кто спрашивает, изучить поправки подробнее. Основные причины, почему люди голосовали за поправки – это индексация пенсии не реже одного раза в год. Но самое главное, тут много красивых слов в этой поправке, формулировке, но основной смысл этой поправки – индексация пенсии не реже одного раза в год в порядке, в основном, федеральным законом. То есть, если кто-то разбирается, понимает, что индексация пенсии нисколько не изменяется, так же продолжалась бы на 6-8% раз в год. То есть, ничего не меняется. Поправка, касающаяся МРОТа, которая тоже, по сути, ничего не меняет, называются на те же федеральные законы и никак не влияет на реальность. Некоторые вот с тем, с которым мы столкнулись, почему они голосовали за? Потому что они поддерживают запрет для политиков и госслужащих на иностранное гражданство, видное жительство и счета в иностранных банках. Но данная поправка тоже, по сути, не нужна, потому что существует ряд федеральных законов, которые касаются депутатов Госдумы, касаются судей, прокуратуры, губернаторов, которые и так по этим законам не могут иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках. То есть, оно тоже, как бы, не имеет смысл. Самое главное, что многие мне звонили, говорили, вот, зачем вы призываете голосовать против? Это паритет российского законодательства над международным правом. Но, опять же, насильная поправка вообще носит в Конституцию противоречие. Потому что паритет международного права, сейчас записано в четвертом пункте, в пятнадцатой статье Конституции Российской, Российской Федерации. И чтобы ее присмотреть, надо проводить реальное референдум, а не так называемое общенациональное голосование. Многие не заметили, нигде не говорилось по телевизору, ни в газетах, ни по телевизору, почти не говорилось. Самый главный смысл поправки и самый основной смысл голосования, по этим поправкам было обнуление сроков в действующий момент поправок в правительстве государства. То есть, обнуление сроков президентства Путина. И большинство даже не знало об этом. Когда с ними общались, они даже не слышали. Они слышали выше перечисленных поправок, но об этом даже не слышали. Зачем я это говорю? Для того, чтобы мы с вами, все, кто здесь это посмотрит, присутствуют, понимали, что мы должны работать не только с теми, кто против активных организаций, но и с теми, кто за, чтобы донести на них информацию, чтобы в очередной раз их просто обманули. Чтобы они не только верили красивым картинкам по телевизору, но иногда все-таки включали голову и анализировали полученную информацию. Перейдем непосредственно, так сказать, к голосованию. Я не буду говорить за весь город Владивосток, я буду непосредственно говорить за тот район, который я отвечал. Передческий район города Владивостока. Передческий район города Владивостока. На 50 участковых избирательных комиссиях явка составила 46%. Что делает Передческий район города Владивостока на самом последнем месте по явке? То есть, в Передческий район города Владивостока меньше всего люди пришли голосовать и участвовать. 46%. Хорошо или это плохо, дальше я объясню, как можно это считать. Из них голосовали за, то есть пришло 48 тысяч человек пришло голосовать, из 100-3 тысяч зарегистрированных избирателей. Из них проголосовать за 66%, 32 тысячи. Против 32%, 15 тысяч. Но мы должны учитывать, что если убрать красивые цифры, 66%, и учитывать мнение 100% жителей, то мы получаем, что за проголосовало 31% против 15% и не пришли 53%, не высказали свое мнение. То есть цифры уже никак не 66%, жители за. То же самое касается то, что она показывает по телевизу, там 76%. Но это же не учитывает 100% явки. Здесь должны учитываться. Также мы должны понимать, что мы столкнулись не только в Пиорическом районе, но и по всему городу с очень важной картиной, фальсификацией. Это голосование предприятий. Заранее предприятия голосовали на определенных участках. В Пиорическом районе таких участков было 10, где голосовали предприятия, учебные заведения. И очень интересно, что на 1 июля при открытии участков явка там уже составляла 30%, а где-то даже 40%. Как потом подводились итоги, результат нам был понятен, кто и как там голосовал. Вот, допустим, у меня есть протокол участка 724. Кто тут? Протокол 700 участка 724. Копия. Запада голосовала там 1270 против 284. Огромная цифра, огромная разница, да? На самом деле там голосовала ту в МИИ имени Макарова, которая находится на молодежи. Оно все было приписано там. Но это не значит, что они все к нам пришли где-нибудь в голосование и голосовали там. Нет, там было уездное голосование и члены комиссии там, прямо на территории этого МИИ принимали голоса. Но, столкнулись мы с очень интересной ситуацией, которая, скорее всего, была везде по городу, почему я сказала фальсификация. О том, что у нас в день голосования к нашему члену комиссии с правом совещательного голоса, в краевой избирательной комиссии, обратился гражданин, проживающий в 1-м майском районе, с тем, что якобы за него проголосовали. Он не голосовал. Вскрылась эта ситуация. Там приехали, воли боя решили. Но тут же на этом же участке вскрылась другая ситуация. У них очень много есть блюдений про голосовавших вне помещения. На вопрос предоставки заявления и реестр голосующих вне помещения. Члены комиссии отказались его предоставлять. А затем пытались даже их сами рисовать. Это говорит о том, что... Ну, на том участке, кстати, тоже якобы предприятия голосовали. Говорит о том, что если кто-то из предприятий этих и голосовал, то их, наверное, намного меньше. Наполовину. То есть остальные просто были нарисованы. Также те, кто ходил голосовать, должны были обратить внимание, что в списке избирателей, которые обычно лежат, да, приходите, показываете паспорт, там, вписываете свои паспортные данные, либо член комиссии вписали свои паспортные данные. В этот раз вписывать их не надо было. Они уже были за вас вписаны. То есть пришли бы вы или не пришли, за вас бы просто поставили, если бы не пришли, гавочку расписались и проголосовали. Скорее всего, на вот эти, где предприятия голосовали, там тоже такая же ситуация. Проверить, конечно, тяжело. Но сам факт то, что, даже несмотря на все их учрения, на весь фарс событий действий, ситуация показалась тем, что, допустим, в Первичком районе два участка, 745 и 734, проголосовали против поправок. То есть даже при всех макинациях люди все равно высказались против. Да, кто-то скажет, два участка это мало, но мы должны понимать, что много людей на самом деле не пришло, которые были за бойкот. Конечно, цифры точно никто вам не скажет, но учитывая важность этого голосования, общенародного, и можно его сравнивать по важности с голосованием за президента. И вот если сравнивать за голосование явки за президента в Первичком районе в 2018 году, явка состава 58%, а сейчас 46%. То есть куда делись вот эта разница? Можно рассчитывать тем, что порядка 12% до 18% выступали негласно за бойкот. То есть это те люди, которые голосовали по сути против и не пришли голосовать. Зная эти цифры, можно предварительно посчитать, что было бы, если бы люди пришли голосовать против. У нас в Первичком районе есть 38 участковых избирательных комиссий, где разница между против и за, где победила за естественно, составила всего 10-15%. Если прикинуть, что если бы эти люди против пришли и проголосовали, то разница на 38 участках составила бы против. Большинство было против. Причем можно сказать, что там конечно явка, но явка на самом деле там была небольшая. Допустим, 705 участок находится на герой Фаряга-2. Явка 33% за 52 против 46%. То есть если бы те, кто за бойкот пришли бы проголосовать против, они бы могли переравить ситуацию. Хотя с другой стороны можно понять людей, которые не пошли голосовать. Они почитают, что они участвуют в этом все-таки. Но, если кому-то интересно, на сайте Владивостокского ДНКП, есть статья «Левады Центра» «Опасная победа», где рассказывается подробно, как у власть, даже есть картинка, специально разделила протест на тех, кто за и кто против. Ну, кто за бойкот имею ввиду. Специально их разделила, чтобы они не смогли прийти единый фронт и выступить против. Не могли единый фронт и выступить либо за бойкот, либо против голосовать. Потому что, согласно всем опросам, большинство граждан выступали против. Так или иначе. И они знали это. И прекрасно это понимали. И воспользовались ситуацией как бы раздеяли власты. Что при его, в конечном итоге, и бойкот не получился, и голосование против не удалось. Но, голосование показывает о том, что у нас есть, так сказать, схематичная последовательность пассификации. Наш товарищ сделал такую таблицу в 2018 году на голосовании по Кожемяке. Как Кожемяка с помощью, так сказать, с помощью Microsoft 3C выигрывает выборы. И там список участков, где голосование за него завышено несколько раз. 70-80%. То же самое ситуация. Те же самые участки отречились и на этом голосовании. То есть, повтор то же самое. Но, опять же, на этих участках, спрашивая мнение наших членов комиссии, почему такое голосование? Они вставались якобы на предприятии. Но никто из них не удосудился проверить, к сожалению, реестр голосования вне помещения и заявления. Никто не проверил из них. То есть, это говорит о том, что, возможно, мешки, где должны были храниться бюллетени, там, ящики, да, переносные, были догошены, пока не было наблюдателей. А их, по сути, да и не было этих наблюдателей. Дополнительные бюллетени, что увеличило явку. Так вот, перечислил явку на 10 участков перворечного района, где были спрашиваны, по сути, голоса. 701-й участок. Там голосовая тепловая сеть. Явка 63% за 81 против 18. 724-й участок, о котором я говорил. Явка 61% за 77 против 22. 729-й участок. Там голосовали по словам нашего члена комиссии в попад. 68 явка, 73 за, 25 против. И так почти везде на всех 10 участках явка выше средней нормы. Да, я не понимаю, нормы выше средней, как бы, и также за, тоже выше. Не на одном, вот обычном участке, я говорю, что обычном участке там за 56-55%. Да, за. При явке от 30 до 46-47. А тут явка завышена. За счет этого поднимается общая явка. Во всем районе. Ну, это не значит, что мы должны отчаялась и понимать, что вот, они фальсифицировали, и дальше будет. Да, они будут всегда фальсифицированы. Но здесь есть для нас очень красивая картинка. Я же говорю, что большинство участков, во всех районах города Владивостока, большинство участков, они не фальсифицируют свои итоги. Этим занимается обычно не больше 10 участков на каждом районе. Плюс-минус, там какая-то разница. Я сталкивался с этим, в Советском районе это было, сейчас почти то же самое. Там даже один участок в Советском или два победили против, то есть выступили. Один участок на Ямаре, а второй, честно, не помню на память. Вообще в Владивостоке против высказались порядка 13 участков участковых комиссий. Во всем городе 13 участковых комиссий, где люди проголосовали против поправок. А если рассматривать в крае, то в крае вообще целое село прохоры против проголосовали. Тут надо понимать, что мы должны все-таки как-то решать вопрос. Либо мы все 100% переходим кто против в Пайкот, либо мы все 100% пойдем голосовать против на будущее. Но самое главное, что мы на себя сегодня имеем, по результатам итогов, ну, каждый район по своему цифры, да, отличается. Вот, допустим, Пирогический район. Сейчас мы имеем точно 100%, мы знаем, что в Пирогическом районе есть 15 тысяч граждан, которые выступают сегодня против власти. И наша задача стоит, чтобы их объединить. А помимо этого, в общем, мы знаем, что еще 12 и 18% это те, кто тоже против и кто выступал за Байкот. В общем количестве их получается гораздо больше, чем те, кто пришел голосовать за, даже с учетом фальсификации. Также мы знаем, согласно нашим вопросам, проведенным в день голосования, что средний возраст данных граждан, которые выступают против, это 20 до 40 лет. Это тоже нам дает понимание, потому что ситуация будет меняться. Поддержка нынешней власти сместилась в сторону возрастной категории 60+. Поддержка противников власти сместилась от 20 до 40. Хорошо. Раньше кто-то говорил, что за коммунистов голосуют пенсионеры. Я уже много раз об этом говорил, что пенсионеры давно уже не голосуют в массе своей за коммунистов. Да, есть отдельные граждане пенсионного возраста, которые голосуют за, но в массе своей они уже давно не поддерживают и не голосуют. В массе своей выступают в поддержку коммунистов, это от 20 до 40 лет граждане. Это активно даже можно сказать по вступающим в различные левые организации, товарищам, тоже можно увидеть. Самый главный вывод и задача, как я уже сказал, это наше объединение с посильниками Томила-Савопроти. У нас есть хорошая цифра, есть хорошая задача, и наша задача вот эти вот 30-40 тысяч в каждом районе объединить. Выступить вместе в борьбе против диктатуры с капиталом. Там, конечно, мы должны понимать, что там есть все левые, там есть и сторонники либерального курса, но нужно тоже вести с ними агентационную деятельность. Власть, не зря хочется добавить, что Путин при вступлении своего благодарил тех, кто голосовал за, и тех, кто голосовал против, потому что он имеет реальные цифры и понимает реальную картину. И то, что ему сегодня нарисовали 76 процентов, 76, да, по-моему? 77,9. Да, 77,9, это все фикция, и он это понимает. Потому что если бы этого не было, он бы не благодарил тех, кто против. Потому что у нас есть даже целые регионы, которые против проголосовали. И это, несмотря на все пластификации, махинации. Опять же, здесь мы должны себя решить все-таки окончательно. Есть у нас ресурсы объявить бойкот. Я, честно, противный бойкота по одной простой причине, потому что у нас нет таких ресурсов всех призвать к бойкоту. Будем откровенно честными перед собой. Даже все, кто призвал к бойкоту, их аудитория составляет, ну, месяц взяток. Ну, не думаю, что больше 50 миллионов они охватили аудиторию. Это очень маленькая аудитория. Из 100 миллионов граждан, которые голосуют, 5-10 миллионов, которые высказались за бойкот, ну, очень мало на самом деле. Но именно вот эти 5-10 миллионов могли изменить ситуацию против. С одной стороны, мы понимаем, что Вася много бы нарисовала, какие бы хотели голосовать. И поэтому голосовать против как бы не имело смысла. Но, если бы они проголосовали против, мы, наоборот, ухудшили бы картинку. И они бы не смогли нарисовать себе 76%. Нарисовали бы тогда уже 50-60. И это уже изменило бы даже мнение сторонников нынешней Власти, которые некоторые звонили и хвалились. Вот, смотрите, сколько поддержка. Они пытаются объяснять, что это не так. И поэтому задача наша стоит выработать общие цели на будущие выборы. Не только выборы, но и действия. Потому что ситуация крайне меняется в стране. И перемены приближаются с каждым днем. Потому что если сегодня уже против власти выступают, как раньше выступают не сегодня, а сейчас молодежь, то это говорит о том, что перемены неизбежны в данной ситуации. И мы должны добиваться поддержки. В принципе, кратко все. С моей точки зрения, сколько примерно реально явка составила, если бы не нагоняли административным ресурсом? Я думаю, если бы была бы такая же ситуация, тоже подведена на тех, кто бойкот и против, то процентов 40, может быть, 35. Не больше. Это без учета, что если бы не было классификации, потому что мы должны понимать, что реально... Вот реально, без нагоняния, без ничего. Ну, процентов 35-40, не больше. Я поеду, что в району тоже учу только 35. Потому что там вот реальные участки, где не нагоняли, где реальные люди, жители голосовали. Явка вот 33-47 процентов. Ну, разница. То есть, как бы, это реальные жители реально голосовали. Причем средства-то по всему району, по всему пиарборическому району. Разные участки тут. Георг, Варяка, Карбыш, Ластрицов, Океанский проспект, Котельниково. То есть, это разные точки вообще находятся. И средства у них одинаковые, по явке почти. Как ты считаешь, поправки будут все равно пришли при обычной явке, без нагоняния народа, учитывая, что в Острову бы шли голосовать люди 60+. Вопрос в том, что поправки прошли бы, могли бы пройти. Нет, они бы все равно, да, по большей части прошли бы. Без боссов, без реально, с учетом того, что за бойкот мы не пришли, учитывая их, то реально бы процент был уменьшен. Процентов 60 было бы, от тех, кто бы пришел. 60, да, они бы прошли, но процентов 60 было бы. Потому что реальная цифра показывает, на тех участках, где даже не было боссов, люди все равно голосовали за. И тут я не зря перечислил, почему они голосовали за, чтобы мы им объясняли, за что они голосовали на самом деле, чтобы они больше не попадались на эту удочку. Потому что с ними надо работать. К сожалению, у нас нет доступа к телевизору, но мы все равно должны им объяснять, чтобы они больше не повторялись. Напоминаете, про пенсионную реформу, о том, что им обещали деньги, но им не дали эти деньги, 12 тысяч в год прибавки. Обещали сейчас прибавку, тоже им не дали. Плюс мы должны понимать, что тут еще сыграл очень важный момент, который мы должны не забывать, что государство перед этим всем голосованием раздавало кучу денег нашим гражданам. Ну как кучу, относительно можно сказать. Это и помощь женщинам с детьми по 10 тысяч, и предпринимателям, которые получали там суду по миллиону рублей, которые тоже радостно шли голосовать и своих сотрудников эгитировали. То есть, как бы здесь тоже они сделали так называемую подкуп откровенный граждан под видом помощи. Это тоже надо понимать, что это тоже сыграл. Но все равно даже при всех показателях мы понимаем, что большинство все равно против. Если учитывать те, кто пришел против, те, кто голосовал бойкот. Это все показатели, поэтому я говорю, что Путин не зря так сказал. И тех и тех поддержал. Такой вопрос, Саша. Не показывает ли результаты вот этого голосования того, что честные выборы у нас в стране, присуществующие власти, невозможны? Ты с этим согласен? Я сейчас скажу, честные выборы и капитализм вообще невозможны. Потому что они заранее будут честны. Побеждать будет именно тот, у кого деньги. Но это не значит, что мы не должны бороться и выступать против. Это не значит, что мы должны сидеть и не ходить. Это значит, что мы должны бороться и усложнять им картину и жизнь. Потому что если мы не будем усложнять им жизнь, они так и будут дальше... Я почему говорю, что я противник бойкота? Потому что понимаешь, что даже если бы люди пришли на одном районе, вы проголосовали бы против, но это все равно показательно. По телевизору такое не сходишь уже. Они умалчивают. Представляете, в городе Водневостоке один район бы выступил против. Вы думаете, администрацию города погладили бы по головке за это? Да нет, конечно. Их бы не погладили по головке. Как пример показывают сличники выбора. То, что его слили, не допустили, выборы спастифицировали. Но в обмен администрации президента пришлось введать миллиард рублей в бюджет края города, в бюджет города, чтобы затушить протестное настроение граждан. Если пришлось тратить свою кубышку, которую они не хотят тратить на жителей, так или иначе. Бюджет города до выборов губернатора был 12 миллиардов, после выборов стал 22 миллиарда. Сколько денег вкинули в бюджет города Водневостока, чтобы начали строить, ремонтировать дороги, это все делать, чтобы затушить протест. И тут главная наша задача, даже не столько выиграть в эти выборы, чтобы в этой ситуации, в данном примере, мы выиграть вообще никак не могли заранее. Обреченное положение. Главная наша задача была заставить их расчеклить эту кубышку, и чтобы они тратили и тратили из нее, чтобы у них не осталось финансовые подушки этой данной. Потому что если у них не останется средств, им не на что будет покупать граждан, как вот с этими детьми, предпринимателями, и тогда противника будет становиться все больше и больше. А наших сторонников тоже будет пропорционально расти. К тому же, что плохого, если мы заставим администрацию понервничать и выделить те же деньги на дороге? Мы как бы тоже выигрыши. Почему бы и нет? Да, дороги, почему мы этого потеряли? Да ничего мы не потеряли. Как бы нам плюс, как бы. Будь бы всем жилищникам, жилищникам не губернаторам, а нам кучу денег дали на всякое это. Чем мы от этого потеряли? Да ничего не потеряли, люди только выиграли этого. Поэтому протестное голосование нужно оптимизировать. Если не масса, то хотя бы договориться 100%, ну 100% понятно или невозможно, 90% либо за бойкот были, 90% либо против. По-другому никак. Пока у нас получается, я опять же говорю, как на этой картинке, выиграл у нас только один человек, стоящий посередине в данной ситуации, пока мы тут между собой вспомнили. Потому что они все посчитали, у них есть умные люди, есть вся информация, они заранее знают, кто против, кто за. А еще такой вопрос, ты ничего не сказал по поводу электронного голосования, что сейчас через госуслуги можно было отписывать? В Владивостоке его не было. Через госуслуги можно было взять открепительную? Да, но с открепительными особо не заметили мы здесь махинации. Мы заметили махинации именно связанные с предприятием, что самое простое было. И на будущее, что если бы сейчас через госуслуги человека можно откреплять от участка, если ты знаешь, что он не пойдет, ну, грубо говоря, выборки по статистике, и, соответственно, можно набирать кучу открепительных и голосовать за людей, как хочешь. Ну, это очень сложно, потому что там будут округа и разные кандидаты. И будут они этим заниматься, во-первых, человек с одного друга не сможет проголосовать на него за другого. Это смысл для федеральных? Да, это смысл для федеральных. Ну, как бы, самое простое, я говорю, с чем мы столкнулись, те же самые участки, что самое простое, приписывание якобы предприятий, которые, на самом деле, скорее всего, никто из них и не голосовал толком. Просто за них вбрасывалось. А каким способом, как думаешь? Ну, решением высшестоящей избирательной комиссии в этом дикий, краевая избирательная комиссия участков. Это обоих решения приписывали куйка. Это не решение участковой комиссии приписать себе, там, допустим, в откле. Это решение высшестоящей комиссии. Они приписали им. И, соответственно, они же не просто так, я говорю, не просто так, к этим десяти участкам приписали им, к первичному уровню. Потому что там сидят, так сказать, надежные их фастификаты, которые, ну, выполнят задачу, которые перед ними поставили. Так может, там, это районы, где население такое активное, и сорвалось прям. Это комиссия связана с благополучностью района. Я не думаю, что это именно так. В данной ситуации у нас есть Фунинский район, где практически голосование поднялось почти пополам. 50% с копейками за поправки, сорвалось чем-то против. Фунинский район было довольно столько. Там больше администрации живут. Да, как бы ты получаешь, что администрация поднялся. Да, администрация поднялся. Это же самый элитный. Ну да, ну а как получается, почему же так получилось, что там сам на первом месте поднялся, кто против. Как бы как так? Так правильно, они открепились, проголосовали по месту работы, поэтому и голоса, и еще не в этих участках. Не знаю, как бы, я говорю, что как оно есть. Вот предприятие, есть то, что мы с тобой провели с тем, что с реальностью. Есть реестр для голосующих, не помещение, есть заявление. Нету, заявление не предоставили, реестр не предоставили. Скорее всего, везде так хорошо. Что это эффективные голоса были, по большей части. Спасибо. Спасибо. Спасибо.